Ирина Васильевна Маскаева относительно недавно живёт в нашем городе, но её уже знают и успели полюбить. Она объединила вокруг себя любителей поэзии, романса, музыки высокого качества. Свою работу в историко-культурном центре в качестве методиста она начала с приобщения к музыке детей начальной школы. Это самое страшное, если дети не соприкасаются с хорошей музыкой, потому что музыка из всех видов искусств и вообще во Вселенной – это занимает первое место. Мы все говорим, вначале было слово, и слово было Бог, но был же звук, произнесший это слово. И именно звуково мы можем контактировать и на этом плане общаться с другими людьми и другими народами. Занятия с детьми начинались со знакомства с песней Дмитрия Кобалевского «Наш край». Эта песня была сочинена Дмитрием Борисовичем Кобалевским именно здесь, на нашей земле, посёлок Ватутинки, где у него была дача. Когда к нему пришли пионеры и попросили написать песню отрядную или для дружины при открытии лагеря. И песня звучит уже 80 лет. Работая с детьми, Ирина Васильевна параллельно стала проводить ретро-вечера для видновчан старшего поколения. Со временем организовался клуб любителей музыки «Мотив», где люди разного возраста знакомились с музыкальной культурой на основе лучших произведений прошлого и настоящего. Этот проект живёт уже около 10 лет. Он стал соискателем губернаторского конкурса «Наша Подмосковья». Сейчас мы готовимся и приглашаемся в гости 8-го числа на творческий музыкальный вечер поэтов наших, поэтов, шкулёвцев, Ермолова и Владимира Ивановича Меньшикова. Мы будем проводить, где будут звучать песни на их стихи. Музыку ко многим стихотворным произведениям не только наших поэтов-земляков, но и других пишет Ирина Васильевна. Многие исполняет сама. «Тебя благодарю, мою любимую, за то, что ты есть на этом свете». Это песни на слова Василия Фёдоровича Кузнецова, полковника в отставке, который предан памяти своей жены. Ириной Васильевной проведено уже более 200 ретро-встреч и тематических концертов, которые пользуются всё большим интересом.